Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу вам об обрезке красной смородины. Красная смородина – самая популярная ягодная культура в наших садах. В моей местности красную смородину выращивают на каждом участке. У многих людей смородины по 20, 30, 50 и даже более 100 кустов. Красную смородину приезжают и заготавливают закупщики. Из нее готовят джемы, различные варенья и даже вино. С детства я собираю красную смородину, выращиваю красную смородину и ухаживаю за кустами. И сегодня я хочу рассказать вам, как правильно обрезать кусты для хорошего урожая. На кусте красной смородины есть ветви разных порядков. Ветви нулевого порядка – это молодые светлые побеги без ответвлений. Есть ветви второго порядка. На них появляются небольшие ответвления. Побеги третьего порядка со множеством ответвлений. Ветви четвертого и последующих порядков. Как правило, такие ветви покрыты лишайниками темного, даже черного цвета. На них множество ответвлений. Такие ветви нужно удалять в первую очередь, ведь на них формируется много мелких ягод с короткими кисточками. Сбор такого урожая крайне затруднительно. Следующий этап – это удаление мелких и слабых побегов нулевого порядка. Нужно оставить только самые крепкие и сильные побеги нулевого порядка. Ведь за счет этих побегов обновляется, омолаживается куст. Иногда возникает проблема, когда на кусте красной смородины мало молодых ветвей. Тогда ветви можно полностью не удалять, а делать срез переводом на волчковый побег. Побег нужно молодой немножко укоротить, чтобы пошло хорошее ветвление. Как правило, у красной смородины урожай формируется на самых кончиков ветвей. Поэтому все ветви укорачивать не стоит, ведь мы можем потерять урожай. После того, как мы обрезали куст красной смородины, в обязательном порядке нужно его пролить водой. Под взрослый куст потребуется 2-3 10-литровых ведра воды. Для чего это делается? Потому что при обрезке куст испытал большой стресс, и ему нужно восстановить силы. Поэтому его необходимо полить. После того, как мы пролили куст водой, куст нужно обработать раствором железного купороса. Для этого используется 5-процентный раствор. Это делается для того, чтобы обеззаразить все срезы, которые появились на нашем кусте. И чтобы в следующем сезоне куст был здоровый, не поражался грибковыми заболеваниями. Поэтому срезы на кустах не обязательно замазывать какими-либо замазками, садовым варом, либо красками. После того, как мы сделали все необходимые процедуры, завершающим этапом является мульчирование приствольного круга органикой. На такой куст взрослый потребуется 2-3 ведра органики. Это делается для того, чтобы утеплить корневую систему перед наступлением морозов. А также органика послужит дополнительным питанием в следующем сезоне. Вот и все. Наш куст готов к зимовке. И в следующем году порадует нас урожаем. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. До новых встреч.